2 марта, в день пятилетия назначения на должность Игоря Рудени губернатором Тверской области, состоялось очередное заседание регионального правительства, которое провел глава региона. Главными вопросами повестки дня стали проекты ревитализации городских пространств в городах Верхней Волжи. Легендарный Морозский городок, который на протяжении последних десятилетий переживал не лучшие времена, теперь станет современным деловым и культурным центром. О том, что ждет уникальные памятники промышленной архитектуры, для каких целей их можно использовать, обсудили на заседании регионального кабинета министров. О перспективах двора пролетарки расскажет наш корреспондент. Не раз жители Морозовского городка становились героями сюжетов нашего телеканала. Поводы для обращения в СМИ самые разные. Разрушаются стены, течет крыша, не работает отопление, скрыт проводка. Однако все они возникали по одной причине – изношенность зданий. Ведь построенные эти казармы были в начале 20 века. А капитального ремонта не видели еще с советских времен. О расселении бывших общежитий говорят уже давно. Долго шло обсуждение и дальнейшей судьбы уникальных зданий. В итоге было принято историческое решение – жильцов переселить в современное и комфортное жилье. А Морозовский городок переорганизовать в деловой и культурный центр Верхневолжья. Для переселения жителей городка строят новые дома по улице Фрунзе. Работы на площадке уже ведутся. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2022 года. Это должно быть шесть жилых домов, на которые выделено 865 миллионов рублей. На заседании правительства именно реновацию казарм губернатор назвал одним из флагманских проектов. Он поддержан государственной корпорацией ВЭБ-РФ. Горизонт его реализации до 2030 года. Это создание пространств, которые были бы интересны, которые были бы удобны, которые были бы востребованы населением нашего региона, причем всех возрастных срезов, всех слоев общества. И второе, о чем сегодня было сказано, что лежит в основе, это долгосрочное планирование с учетом нашего архитектурного исторического кода Тверской области. На площадке Морозовского городка появится благоустроенная территория, будет приведена в порядок инфраструктура, а главное – отремонтированы и реставрированы исторические уникальные застройки. Также заявлено создание парка, фестивальной и спортивной площадок, конгресс-центра, гостиничного, ресторанного и других развлекательных комплексов. Эксперты фонда Дом-РФ высоко оценивают перспективы этого будущего делового и культурного современного пространства. Это многофункциональное пространство, которое включает жилье, пространство для малого бизнеса, офисные помещения. На самом деле всего понемножку, чтобы предоставить жителям и туристам максимальное разнообразие. Мы также планируем включить туда небольшую точку для размещения, гостиницу. Но на самом деле функционал в процессе обсуждения. Реновация Морозовского городка станет первым шагом к реализации еще одного знакового проекта – созданию зоны социально-деловой инфраструктуры «Тверь-экспо» – выставочного и общественного пространства с ландшафтным парком, центрами городских активностей и жилым кварталом в Завожском районе Твери. Глава региона подчеркнул, что эти проекты направлены на повышение качества жизни. Для этого уже запущены ряд мероприятий, которые должны кардинально преобразить городскую среду. Лучший отечественный и мировой опыт позволит трансформировать исторические застройки и промзону в новые общественные, деловые и культурные пространства с учетом исторического наследия региона. Это должно стать стилем Тверской области, считает губернатор.